Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду печь очень яркий и красочный в разрезе торт. Я примерно к новому году всегда пеку пляцек. Он очень красивый в разрезе, очень богато смотрится, в нем очень много слоев и это невероятно интересно. В прошлом году это был торт небо на языке, а в этом году это будет торт пляцек бендеревский. У меня был это очень большой торт на 9 килограмм, я делала на полторы порции по рецепту. Для начала нам нужно разморозить вишню, где-то около килограмма вишни вам понадобится. Из вишни я удалила косточки и затем вот так вот просто руками отжимаю лишний сок с вишни. Можно сделать это через марлю, собрать всю вишню и отсидеть через марлю. Лишний сок мы не выливаем, он нам пригодится, мы с ним будем делать еще вишневый крем. Затем добавляем сюда сахар. Сахар добавляем по вкусу, в зависимости от того, какую вы хотите получить вишню, более сладкую или с кислинкой. И ставим это на огонь. Доводим до кипения, буквально секунд 30 мы кипятим и снимаем с огня. Вишня у нас прошла термообработку и при этом она абсолютно не проварилась, не переварилась, она вся целенькая, одна в одну. Оставляем в этом сиропе до полного остывания. Также можно было после того, как вишня подостынет, добавить немножечко какого-либо алкоголя, чтобы вишня ним еще пропиталась. Я в этот раз этого не делала. Затем вишню нужно повторно отжать, убрать остатки лишнего сока, который нам абсолютно не пригодится внутри тортика. Чтобы вишни не давали нам ни цвет, коржам, ничего такого. Отжимаем. Теперь можно заняться тестом. Масло, желательно размягченное хорошо, с сахаром. Начинаем перетирать. Я буду это делать пока не в кухонной машине. И затем добавляем муку с разрыхлителем перемешанную. У меня комбайну уже сложновато перемешивать. Здесь уже такая огромная бадья теста получилась. Повторюсь, я делаю на полторы порции, поэтому дальше я буду продолжать замес руками. Но если вы будете делать на одну порцию или на половину, конечно, вы можете продолжать замес и это удобно дальше в комбайне. Добавляем уже сюда яйца, точнее желтки у нас, сметану. Белки нам понадобятся в других коржах, поэтому мы белки отставляем. Два белка в одной емкости и четыре в другой. Замешиваем мягкое, эластичное такое тесто. Оно немножко должно быть липковатым. Оно не должно быть у вас плотным. Вначале замешиваю руками и затем выкладываю всю эту массу на стол и домешиваю уже на столе. При необходимости стол припыляйте мукой, чтобы тесто не прилипало. Или воспользуйтесь вот таким вот шкребком, который у меня сбоку лежит, чтобы удобнее было работать с тестом. Затем тесто нам нужно будет разделить в общем на 8 частей. Вначале я делю на две части, одна из которых чуть-чуть меньше, чем другая. И та, которая меньше, режу ее на 4 части. И эти 4 части нам нужно будет положить на досточку, накрыть пленкой и положить пока мы есть в морозильник. А вторую часть теста мы точно так же режем на 4 кусочка, но их отправляем просто в холодильник. Пока у нас тесто остывает, мы продолжим заниматься с кремом. Вишневый сок смешала с водой и отправила, и с сахаром, и отправила до закипания на плиту. Чуть-чуть воды я оставила, где-то около 100 миллилитров и к ним добавила крахмал, перемешала. Теперь закипел мой сок, добавляю сок и хорошенечко все перемешиваю венчиком, для того, чтобы крахмал не свернулся. Возвращаю обратно в кастрюльку, ставлю на огонь. При постоянном помешивании на среднем огне доводим до кипения и накрываем наш вишневый пудинг пленкой встык и отправляем до полного остывания в холод. Теперь уже можно заняться начинкой. Для творожной начинки нам нужна будет курага. Кто не любит, можно в принципе заменить какими-то другими сухофруктами. Я для творожной начинки буду еще использовать вот такой вот пудинг и крахмал. Я буду использовать смесь, можно добавлять либо только крахмал, но обязательно это должен быть только кукурузный, либо только пудинг. Если вы будете использовать только крахмал, добавьте еще немножечко ванильки в этот корж. Смешав все ингредиенты, я просто пробиваю все блендером, чтобы масса стала однородной. У меня она получилась вот такая вот довольно жидковатая, у вас может получиться чуть-чуть плотнее. Все зависит от творога. Тесто уже у меня подостыло и теперь я могу раскатывать. Беру кусочек теста, который у меня лежал в холодильнике, припыляю, сразу буду раскатывать на тефлоновом коврике, припыляю его мукой и раскатываю корж нужного мне диаметра. У меня этот тортик был где-то 25 на 35 сантиметров, в общем, довольно большой. Так как у меня творожная начинка жидковатая, вот эти вот края, которые я сейчас обрезаю, я их выбрасывать не буду. Я их использую для того, чтобы сделать небольшие бортики внутри, чтобы творожная начинка в ней никуда не выбежала. Для других коржей нам это не понадобится. Ставлю разъемную форму, у вас это может быть, конечно же, кольцо. И из остатков теста делаю бортики. Обязательно низ хорошенечко прижимаю, чтобы он приклеился к тесту и нигде у нас потом не выбежала творожная начинка. И вот так вот делаю, собственно, по всему периметру. Бортик небольшой, буквально полтора сантиметра будет достаточно. Выливаю сюда всю творожную начинку. Можно сразу же к творожной начинке добавить курагу, но для того, чтобы она более равномерно разместилась, я ее буду выкладывать вот так вот сверху, посыпать. Так она будет более равномерно распределена. После того, как уже вся курага у нас посыпана сверху, берем кусочек теста, который у нас лежал в морозилке и на крупную терку натираем его сверху. Я даже не знаю, что удобнее, натирать вот так на терке или просто сделать тоненький корж сверху, раскатать его и переложить, накрутив на скалку, как для Наполеона. Как вам удобно, в оригинальном рецепте это именно натертый вот такой вот сверху корж. Отправляем в духовку минут на 30-40, температура духовки 180 градусов. При этой температуре мы будем печь все коржи и такое же время. Для коржа с ореховой начинкой нам понадобятся, собственно, орехи, масло, сахар и мед. Это все мы отправляем на сковородку, включаем на средний огонь и доводим до кипения, до растворения всех ингредиентов и до их соединения. Буквально одну минутку это все немножечко поджариваем и выкладываем на раскатанный корж. У нас получается что-то наподобие грильяжа. Орехи у меня измельченные скалкой, не блендером. И орехи у меня грецкие, можно также сюда использовать фундук. Стараемся максимально равномерно распределить все это. Долго на сковородке не жарьте орехи, потому что иначе они у вас начнут карамелизироваться и будет очень сложно их потом распределить по коржу, потому что у вас получится ореховые конфеты. Точно так же достаем кусочек теста из морозилки следующей и натираем сверху. Опять отправляем это в духовку. Следующая начинка у нас будет маковая. Мак у меня здесь перетертый в мельнице, можно блендером воспользоваться, либо кофемолкой. Добавляю к маку растопленное сливочное масло и перемешиваю. Белки взбиты с сахаром, вот такие вот воздушные. Они конечно немножко воздушность потеряют после того, как мы перемешаем жирной маковой смесью, но все равно немножечко воздуха у нас внутри останется, чтобы это был не сильно плотный такой слой. Аккуратненько перемешиваем снизу вверх и выкладываем точно так же начинку на раскатанный корж. В корже типа орехово-маковое, следующее, которое у меня будет это безе, нам не нужно делать будет бортики. Вы видите, я просто раскатала внизу корж и все. Только для жидкой творожной начинки. И точно так же кусочек теста с морозилки натерли и отправили в духовку запекаться. Для светлого безе коржа, даже сказать не безе, а суфле коржа, смешиваю пачечку вот такого вот пудинга ванильного и кокосовую стружку. Можно конечно же пудинг в равных пропорциях заменить кукурузным крахмалом и добавить немножечко ванильки. Белки взбиты с сахаром, добавляем к ним кокосовую стружку с пудингом и все это перемешиваем. Получается вот такая вот красивая, легкая и воздушная масса, которую мы точно так же выкладываем на корж и равномерно распределяем. Отправляем в духовку. Точно так же посыпаем, забыла сказать, последним замороженным коржом, последним замороженным шариком и в духовке этот корж, как и все, печется около 30 до 40 минут, чтобы он вот так вот чуть-чуть начал золотиться у нас. Теперь можно уже сделать крем и приступать к сборке тортика. Я буду использовать сливки. У меня сливки с 40 процентной жирности, добавляю к ним сахар и начинаю взбивать до растворения сахара и загустения сливок. И вот такой вот у нас получился пудинг вишневый, который мы в итоге добавим к сливкам. Можно делать крем на масле, но я не люблю такие жирные крема, жирные торты, это очень-очень жирно, поэтому использую сливки. В сливки я добавила пудинг и все это хорошенечко-хорошенечко перемешала. Немножечко в комбайне и потом дальше домешала вручную. Вот такой красивый и розовый крем, он довольно яркий, просто собираю уже сейчас вечером и немножечко из-за света непонятно, какой именно цвет получается. А так крем довольно ярко-розовый. Кладем первый корж, который у нас творожный. Ставлю разъемную форму и выкладываю где-то с треть крема. Распределяю его и теперь у нас будет вишня, которую мы отжимали. Нам понадобится половина вишни. Вишня у нас пойдет в две прослойки. Выложили мы половину вишни равномерно и на вишню укладываем ореховый корж. На ореховый корж точно так же мы вкладываем треть крема, распределяем его, но здесь у нас уже не будет вишни. Здесь у нас просто крем. Конечно же вы по своему вкусу можете убрать один из коржей, допустим не делать какой-то ореховый или творожный, как вам нравится. Следующий у меня пойдет это маковый корж, на который точно так же я кладу треть крема и буду выкладывать вишню. Уже высокий такой тортик получается, а у меня еще один корж впереди. Выкладываю сюда наверх последний суфлейный корж и остатками крема немножечко его промазываю сверху. Накрываю его сверху пленкой и ставлю немножечко под пресс. Затем нужно тортику дать постоять. Он должен постоять и пропитаться в итоге у вас не менее 12 часов. Для праздников это самое оно, потому что можно приготовить тортик заранее. Конечно же украсить вы его можете по своему вкусу. У меня он украшен творожным кремом, ссылку на него если хотите я оставлю внизу. В общем я очень для вас старалась, это очень крутой и вкусный, интересный в разрезе торт. Обязательно его попробуйте и не забывайте конечно же поддержать меня лайком, мне будет очень приятно. С вами как всегда был Кекс, до новых встреч, пока-пока!